Всем привет! Вы смотрите Балконный патруль. Пока все выставки, музеи, торговые центры и выезды за границу закрыты, мы решили искать экспонаты и сокровища нации на балконах жителей города Б. И сегодня мы в гостях у Ирины Телистовой. Вон она, вон там стоит. Сейчас мы к ней проберемся в ее балконное логово. Приветики! Привет! Лапки мы продезинфицировали, можно раздавать пятюню. Привет! Вот оно, твое царство с твоими царевичами. Привет! Привет! Как тебя зовут? Как тебя зовут? Иди, Сеня, спрятался, иди прибеги потом. А этого экземпляра как звать? Это Дима. Диме сколько? Диме год и девять. Сеня семь, Соня шестнадцать. Теперь давай пожмем тебе руку. Да, я старая женщина. Мать, да, и при чем тут это? Мать наша героиня, отец героиня. Героиня. Вот здесь, я так понимаю, наследство вот этих самых царевич, да, в тоем царстве, которое вот здесь и располагается. Так как детей много, игрушек, соответственно, тоже много. Тут есть и у нас что-то сейчас история к 9 мая, и это что-то... Сереж, это БТР? Я даже знаю, это есть и БТР. Есть тут какая-то стройка, вы же у нас тут в районе как раз, где вечно все строится. Да, кстати, район очень быстро вырос. Есть и какой-то подъемный кран. А вот здесь, можно это представить? Да, 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 да. Смотри, здесь вообще есть какая-то огромная коробка ЛЕГО. Ты знаешь, у кого-то будет чувство боли, ты такой, он наступил, понимаешь, на этот кусочек просто посмотри. И это каждое утро высыпается в зале с громким шумом. Просто вот, не поднять, вот такая подробище. Нас закрыли. А там детальки покрупнее. Да, это другое ЛЕГО. Ну вот это самое, вот, слушай, мне кажется, по нежеланию... Там веселые горки, то есть, ну, у нас везде здесь... Можно построить, мне кажется, целый этаж. Да, что в зале уже не входит на стеллажи, приходится сюда складировать. Какие-то человечки. Вон они, мордахи, заглядывают к нам. Так, это ладно. Смотри, вот дальше, вот так вот прямо смотришь. Вот здесь какая-то микрозелень. Ну, у нас в марте, на 8 марта мы покупали, знаешь, такие в горшочках салаты продаются? И где-то я в интернете посмотрела. Серьезно, снимите, посмотри на этих, а. Эй, там, за бортом. Вот, и мы решили, что мы посадим вот эту зелень, вот, в салат. Прямо стаканчик с водой поставили. Так. И у нас вырос новый салат. То есть, мы салат старый съели, у нас вырос новый салат. Но мы решили на этом не останавливаться. Ребенок говорит, давай посадим укроп. То есть, здесь есть укроп. Вот это укроп, вот это петрушка, вот. Вот это две недели карантина у нас. А еще ничего не грызли, да? Нет. Ждете, когда по крупнее, побольше вырасти. Так, нальются. Слушай, я уже какой-то год хочу на подоконнике посадить редиску, чтобы потом можно было ее чикать. Ну, все никак у меня. Ну, здесь, да. Ну, это инициатива вот среднего, центрового нашего. Да, то есть, у них, видать, в садике какой-то был эксперимент, они лук сажали. Так. Воспитательным прям молодцы. И вот пришел домой, заставил меня. Пришлось найти коробку у соседей. Ня-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Вот он первый, давай, второй, вот они по розу. Третья спряталась. Ой, вообще собака. Собака, да. Собака у нас. Старшие завели дочери. Ага. Ну, любят ее все. Так, дальше здесь какой-то... Это коврики ортопедические, да, различные. Вот они собирают мозаики. Отвариватели, какая-то зелень уже искусственная. Это раньше я делала во втором декрете. Так. Уходите отсюда, идите. И вот это в горном Алтае я все веточки собирала. Ну-ка, давай подоскай на карточку. То есть, это вот все. На катуне, да. То есть, идешь, и вот коряги, и вот... Посмотрите, друзья, ветки с катуни. Да, то есть, они очень красиво в цветочных композициях. Как это называется? Экибаны, да? Экибаны. Вот, с искусственными цветами. Потом я делала букеты из конфет. То есть, Рафаэлку завернула, заворачивала. А, да, как это не букеты, да. Да, то есть, это вот второй декрет. Город такой. Это кормила. Я не могу просто в декрете сидеть, мне надо что-то делать. Вот. Ну, это все мозаики. Королки отпариватели, мозаики. Да, это чемоданы. В чемоданах медведи. Какие медведи в чемоданах? Ну, мягкие игрушки, пылесборники. Ну, большие. И вы подачу что-нибудь спрятали в чемоданчик? Ну, они же очень много места занимают. Ну, а тут чемоданы от конференции до конференции, как бы. Так. Меня компания бесплатно увозит. И вот. Сережа, подожди, подожди. Обратно закрой, такие. И пам-пам. А тут такая сладкая парочка. Да. О, даже три. И третий у них вон какой. Вот, то есть подарки выкидывать жалко. Детские игрушки. Они, тут у них любовь, семья, детская. Дочка, наверное, замуж выйдет, и я и все это на слезу. Такое, что ты мамы знаешь, такое, не отдадим. С ума сойти, застегляю. Помогу? Бежу. Так, понятно. Веде. Поняли про медведя. Так, дальше движемся. Вот здесь какая-то тоже сумка. Сумка, что-то тяжелая. У папы моего, там, знаешь, всякие инструменты, железяки. Нет, инструменты у мужа, вот, как эти старые железные чемоданы, которые я тоже очень люблю. Сережа, он внизу стоит. Ну, обыкновенные инструменты, мужские инструменты. Что там может быть? Отвертки, гвозди, все такое. Провода. Да. Я, между прочим, чаще пользуюсь им. А что ты оттуда достаешь? Ну, подожди. Ну, вот смотри, когда я достаю и обратно не кладу, мне муж очень ругается. А, это селфи-палка, ладно. Да, это селфи-палка. К чему-то не относится. Кто-нибудь помнит, что есть такая приблуда, как селфи-палка? Сейчас представь. Вот она, так вот она подключалась к телефону, к фотоаппарату. Ну, многие сейчас, когда путешествуют, наверное, тоже пользуются. Вот, и, короче, муж ругался, ругался, и я себе в Икеа купила свой набор инструментов. Он у меня сейчас в офисе находится, к сожалению. То есть там отверточка, пассатижи, рулеточка, все. То есть ты в состоянии привинтить полку? Я в ванной плитку сама укладывала, кафель. О чем говорить? Мне всегда хотелось, мне это нравилось, вот как это все ровненько получается. Дедушка мне первый уровень помогал, чтобы там 30 минут держать надо просто. Остальное все сама. А смотри, вот здесь какая-то тоже вот штативчик. Ну, это я сейчас этим пользуюсь, но вот просто дети думали, что это пулемет, и вот отломили ножку. Это, да, штатив. Мне ее подарила соседка из того дома, когда поняла, что мне нужно снимать. То есть я сейчас по работе, которая работаю, мне... Мы сейчас дойдем до твоего рабочего места. Мне иногда приходится снимать, как я крашусь, макияжи или презентации бизнеса. Вот, и телефон постоянно падает, и вот мне девочки подарили такой штатив, но дети немножко сломали. Вот ждем карантин, когда закончится, дедушка у нас, у нас ремонтирует все, дедушка. Все потикает, вот смотри. Да, еще это что-то тут какие-то тоже детские штуки. Ой, да, это прыгунки, ну вот эти детские, которые прыгали. Ой, это старая обезьяна дочки. Планета обезьян. Она очень грязная. Смысл в том, что она... Иди, я тебя обниму. Она очень... Муж ее покупал дочери на 4 года, это сколько, 12 лет назад? Так. И она была очень дорогая, она интерактивная. Ты понимаешь, что-то говорит, да? Ну, она у-у-у, а-а-а, да. И когда мимо просто пройдешь, она начинает улыбывать. Мы ее так пугались, и, слава богу, там сели батарейки. Мы ее тут пугались, копкали, да, обезьяне? И там такие батаре... Ну, короче, вот она 14 лет просто стоит, мы ее спрятали. То есть, вот несколько лет пугались, потом, наконец-то, сели батарейки, и все, обезьянка ушла жить на балкон. Все, и вот, да, и вот сейчас малыш ее тоже боится, мы ее поэтому сюда спрятали. Все, хорошо. А выкинуть-то жалко, она очень дорогая. Она дорогая. А ты смотри дальше, вот что-то в коробках, что вот там, снасти какие-то, рыбачки. Нет, это же икеевская, для держалок, для игрушек. Просто я не знаю еще, куда повешать, куда гвоздь забить. А, вот, и у тебя есть свой наборчик. Посмотри, какая-то кожа тут. Это у меня увлечение буквально 3-4 месяца. Я из вот этого чудо шью папки для документов, для детских документов. То есть, когда я поняла, что у меня трое детей, что у меня очень много свидетельств о рождении, полисов, полисы. А ты на продажу это выставляешь? Да. Сколько стоит, вот, не знаю, на какой-нибудь, паспорт, кошель, не знаю. Нет, не паспорт, а вот, ну вот в коридоре у меня лежит, девочка должна забрать. Если надо, покажу, как это выглядит. Ну, чуть позже, да. А вообще, допустим, сколько вот А4 есть? А4 есть. Да, да, да. Сколько стоит от такого штук? И там вкладыши на всю семью, на 8 комплектов документов, то есть, многодетные. То есть, типа, леса, все-все-все. То есть, вот, 1500, 1500 получается. Нормально. Это в твердом переплете, а в мягком 1300. Вот. Ну, запомни, команда. И заказываю с Питера, то есть, приходит с Питера, вот это у меня остаточки остались, и иди сюда. Так, что-то вот есть, я так понимаю, из упаковочных историй, все это, что относится к твоим вот увеличениям по упаковке. Да, это букеты из конфет, это букеты из фруктов. Вот, блестяшку, пожалуйста. Вот это? Да, у меня просто сорока, вот что-то блестит, хочется держать в руках. Ну, это вот такая штука на свадебные букеты украшают, ну, вот такая, ну, потом все вот блестящее. Классно, на такой платье. Ну, сейчас, между прочим, модна мешковина и крафт-бумага, поэтому... А крафт-бумага, это то, что запакованное, да? Это... Или вот это? Вот такая обычная крафт-бумага, вот минимализм сплошной, и бечевка, то есть, вот все упаковывается сейчас в такой формате. Такая, типа, а-ля мужская упаковка, но теперь еще и мальчиков. Да, вот, кстати, вы девочкам запахли. Старый-старый альбом, то есть, вот это букеты из конфет. Ну-ка, давай-ка покажем, что у нас Сережа заснял. То есть, это вот искусственная штучка, а внутри конфетки Рафаэлки. Да, то есть, в каждом цветочке завернута конфетка. Это бумага, вот такая итальянская крафт-бумага. Нарезаются кусочки, формируется лепесточек, все это склеивается под сумухи. Ну, и вот так. То есть, это целый альбом с работами. А это, я точно знаю, что в городе Барнаул пять лет назад этого никто не делал. Это композиции из конфет. То есть, сейчас покажу. То есть, гири, то есть, бойцовские ринги, это тортики, да, то есть, часы из конфет. Муж у меня, вот сколько я его знаю, 17 лет будет в июне. Вот, он занимается спортом. То есть, у него вот прям бзик какой-то. Каждый день на тренировку. Вот я не могу, для меня это очень сложно тренироваться. А у него, он тренируется каждый день, погода, непогода, болеет, не болеет, день рождения, день рождения, он идет на тренировку. Да, то есть, ну, в тренажерку качается, как бодибилдеры или как они называются. Бодибилдеры. Но он не выступает, он любитель. А ты, ты бодибилдер? Нет. Нет. И поэтому он заставляет сейчас малыша, вот, которого среднего, нет, ходить на хоккей. Вот это его вся амуниция хоккейная, он у нас хоккеист. Понятно. Вот, то есть, тут коньки, вот здесь коньки, маленькие коньки, вот этого уже коньки здесь. Так. Везде коньки, ну, там дочки коньки вон еще. А какая-то штука у вас есть, так понимаю, для гриля? Ой, это моя спасательница, спасительница. Моторные. Мне очень все завидуют. Это, это... Это электро-шашлычница. А электро... Да, да. То есть, сейчас Сережа, ну, куда-то вот так. Да, и зимой. Электро-шашлычница спасет вас. На первомайские праздники, да. Круто. Она внутри? Да. Я покажу, как она выглядит, очень интересно. Я вот, честно, всем рекомендую, у кого муж работает много, хочется шашлыка, дети голодные бывают. То есть, вот такая штука. И шпажки. Да, и шпажки. То есть, мясо нанизывается и вставляется. И повешивается. Слушай, похоже, как на курочку, гриль, которую продают в... Или шаурмичная, да, какая-то. Нет, вот шашлычница. У меня очень много кухонных прибамбасов, потому что у меня... Я говорила, два красного диплома пищевых. Я очень люблю готовить. Засунуть не смогу все потом. Это очень... Чикс вот так. Да, там что-то... А, палочки. Крутится. Помогу. Электрошашлычница. Ну, еще одна моя находка, это электрогриль. Тоже очень вкусно. Ну, электрогриль, как-то мы к нему привыкли, уже много у кого он есть, но электрошашлыч это... Вот рекомендую, особенно на майские праздники, а если еще в подарок это... Ты, дружок, электрошашлыч ешь? Да, он все ест. Все ест. И тичу еще ест. Все ядный, и тичу. Молодец. Будет хороший иммунитет от всех коронавирусов. Так, ну, это у нас одеяло на двигатель от машины. Это краска. Уже ногой зашет одеяло. Это краска. Что еще можно достать, показать? Боже. Что там? Ну, я не знаю, я даже не достану. Тут старые гардины, палочки вот для букетов. А, где-то там вот они шуршат вот с той стороны. Потому что муж, он понимает, что я этим зарабатываю, но он пытается от этого избавиться. Он меня на балкон загнал. У меня здесь раньше было рабочее место, потому что ему не нравилось, когда я шуршу. Ну, подожди, оно вот и есть. Пойдем в ту сторону, и мне что-то хочешь достать. Там ролики, ну, все, что из дома. Вот смотри, вот здесь тут у нас сейчас мы бутеры с кранами подъемными приберем. Пойдем. Вот в эту сторону. Смотри, здесь у тебя. Вот она и собака, Сереж. Вот они все, проходи сюда. Снимем, открой. Вот он он, песень. Иди, 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 иди. Все, куча мала, уходят в закат. Вот так вот ты вот здесь усаживаешься. Ну, если и получается, да. Раньше... Что ты делаешь? В последнее время, уже пять лет, я директор компании Reflame. Так. Это надомная работа, то есть мы работаем из дома. Сейчас это очень актуально, кстати. Я даже ничего не говорю. Многие говорят, что очень тяжело дома работать, а мы в этом режиме уже пять лет. Так что для нас удаленка – это норма. Все, ноутбуки... Не бойся. Элечка, иди. Соня, иди. Где Соня? Иди к нему. Да пусть у нас будет. Вот, то есть включаю ноутбук, у нас планерки проходят, встречи. А если нужно, вот презентация. Ты говорила, что вот эта вот ковтейка, которая вот здесь, ты в ней вот и проводишь эти онлайн... Да, может быть, видели, что... Ну, давай, показывай, как. Мы же дома в халаты ходим, мужики в трусах, а быстро звонок, когда собеседование с кого-то надо... Вот дежурная кофта. Дежурная кофта, одеваешь, и ты бизнес-леди, все. Здравствуйте, здравствуйте. Там табор на заднем фоне, собака. Немало еще может кто-то подлезть, грудь пососать, а там ничего не видно. Вот смотри, здесь какая-то, это не стелла желаний, это, я так понимаю, какие-то цели. Это, ну да, цели в бизнесе в моем, то есть это мои люди реальные, с которыми мы работаем, и наше планирование. То есть у нас сейчас квалификация на Таиланд, я девочкам помогаю расти. О, серьезно. Да, то есть я сама уровень директора, и я помогаю людям. Вот смотри, вот здесь же мастер, это какая-то, у меня у тети такой торшер. Это раритет, прям реальный раритет. Это, да, это торшер бабушки моего мужа, который, к сожалению, нету, да. И когда раздавали наследство, ну, образно говоря, да, кому квартира, потому что... К вам поехал торшер? Он сказал, торшер мой, потому что он его с детства помнит, он его любит, он очень красивый, он там золотая плюточка у него. Он горит, да? То есть он рабочий? Он горит, в розетку подключается, он скрутил лампочки. Но самое интересное, сейчас в режиме удаленного обучения здесь занимается дочка, потому что в детской почему-то не берет интернет. Поэтому здесь математика, география за 10 класс. Кстати, да? Да. Она, а, она же самая старшая. Да, 10 класс. Сереж, у тебя был такой учебник химии? Я вот не помню, какой у меня был. Вот что-то, наверное, похоже. Но у них химбио сейчас же, как они по классам. Карбоновые кислоты. Что тут химические свойства фенола? Вот фенол, что-то у меня знакомая, знаешь, не помню. Я вообще не... Фенол эти. У меня математические. Реакции бензольного кольца. Честно, откуда это? Она ей нравится, химия. Посмотри, здесь же, а вот география. География уже попонятнее. Ну-ка, с 10 класса что-то изучают сейчас в географии. Я вот 100 лет назад была в школе. Знаешь, чем я радуюсь, что у меня ребенок уже в 10 классе? Потому что кто первый, второй, третий класс, они вешаются. Наши чаты просто примят. Я же все чаты квартала веду. Ты еще и чаты ведешь. Все чаты и инстаграм квартала дружного веду. У нас тут вообще, вот стадион. Я смотрю, люди бегают. Я лентяйка вообще думаю. Я буду бегать только если со мной кто-то будет бегать. Создаю чат дружный, спортивный. Пишу, девочки, занимаемся спортом. Тем летом организовали... Он всегда полон народа, но сейчас из-за карантина его перекрыли, что такие у нас условия. Вот. И мы по 10 человек, 8. Вы выходите и нарезаете пушки? Мы занимаемся, у нас растяжка. Над нами все ржут, нас снимают, а нам пофигу. У нас тренер, девочка Катя, Екатерина Вячеславовна. Спортивная инициатива вот у нас организовалась потом после этого. У нас очень много чатов. У нас ресторан дружный я организовала. Мы марафон вот только там завершили. 14 блюд придумали. Я говорю, девочки, кто приготовит, тому бьюти-бокс. Сыр мы варили на прошлой неделе. Девочка Аня в этом доме живет. Как все началось? Я познакомилась со всеми соседями. Ну, я активная. Когда переехали 5 лет назад, думаю, как же познакомиться? Соль из солонки высыпаю. Соль есть? За солью? За солью. Нет никакой солонки, кстати. Там, знаешь, из дежурной. Короче, я со всеми соседями. Ко мне перезнакомилась, у нас был свой чат. Вот, потом люди-то видят, что мы общаемся, мы на улице с детьми гуляем, бассейны носим, пикники устраиваем. Они говорят, мы хотим так же. Я говорю, ну, блин, в один чат все не поместятся. Короче, у нас 4 чаток общеквартальных по 250 человек. Чаты купи-продай, спортивный, ресторан дружный, коронавирус дружный. Ну, потому что я в чатах запрещаю про коронавирус говорить. Ну, неохота. Вот, и всякие мероприятия мы устраиваем. Вот в том году у нас передышки морозили. То есть, вот просто жители проявляют инициативу. Инициативная группа. И все. Вот сейчас к нам присоединился дружный 2, дружный 3. Мы их добавляем в чаты. Все дружат. Дружный, да. Жилищная инициатива молодцы. Смотрите, какая красота. Я горжусь своим кварталом. Я его люблю, обожаю. А я горжусь своим балконом. Есть все для счастливой жизни на нем. Ира, огромное спасибо, что пригласила нас в гости в эти нелегкие времена. Очень рада знакомству с пёселем, с пацанами, с тобой, с тем, что здесь есть. Я напоминаю, что приглашайте нас к себе на балкон, к кладовку, на лоджию. Будем с вами веселиться и копаться в ваших сокровищах. Ну, а на сегодня все. Вы смотрели Балконный патруль. Пока-пока.